Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48 дробь 3. Тема уходящей недели и события выходных в программе «Наше время». С вами Юлия Гафарова. Здравствуйте. В начале срочная информация от МЧС. Спасатели предупреждают о резком понижении температуры. В ближайшие несколько часов столбик термометра может опуститься более чем на 10 градусов. По данным синоптиков, сегодня ночью по области ожидаются туманы и небольшой снег. В некоторых районах температура воздуха может опуститься до минус 22 градусов. В МЧС призывают оренбуржцев во избежание пожаров быть внимательнее с обогревательными приборами, а также одеваться теплее. Коммунальную аварию на улице Солмышской устраняли всю ночь. Утечка горячей воды произошла вчера около 10 часов вечера. По словам очевидцев, внезапно из-под асфальта забил гейзер, а после проезжей части и жилые дома окутало паром. Не просто пришлось автомобилистам, в условиях практически нулевой видимости водители буквально ехали наугад. Также вода затопила дорогу. Утром из-за минусовых температур на проезжей части образовался настоящий каток. Здесь буквально месяц назад два раза ремонтировали участок теплотрассы. Снимали все киоски, не давали предпринимателям работать. А сегодня, стоя вот здесь, стоя вот здесь за углом, я почувствовал какое-то внутреннее землетрясение, а потом пошла горячая вода. На место оперативно прибыли специалисты Оренбургской теплогенерирующей компании. К 7 часам утра утечку удалось устранить. Отмечу, что на горячее водоснабжение и отопление жилых домов авария не повлияла. Вообще, уходящая неделя оказалась богатой на коммунальной аварии. На дно из самых крупных ЧП произошло в среду. Клубы пара окутали улицу Просторную. Выяснилось, что аварийные тепловые сети принадлежат строительной компании «Валера». Однако, как нам сообщили в администрации Северного округа, руководство фирмы никаких мер к устранению протечки не предприняло. Ликвидировать аварию взялись специалисты Оренбургской ТГК. И уже к вечеру работы были завершены. Самая горячая тема недели – капитальный ремонт. За него теперь нужно платить обязательно. Новая услуга ЖКХ в квитанции прописана отдельной строкой. Платежные счета, кстати, уже вызвали настоящую путаницу. На днях собственники квартир 227 многоэтажек Оренбурга получили квитанции, где услуга повторяется, то есть жителям предлагают заплатить дважды. В некоторых случаях это ошибка, платежи просто не успели скорректировать, а вот некоторым оренбуржцам действительно придется раскошелиться в двойном размере. В ситуации разбирался наш корреспондент Юрий Мишенин. В четверг, когда мы получили все квитанции, мы пришли просто в ужас. В ужас жильцов домов 16 и 16-1 по улице Юных Ленинцев повергли квитанции по оплате ЖКХ. В них графа «Капитальный ремонт» была прописана дважды. Люди не понимают, почему у них случилось раздвоение ремонта, но знают точно, куда пойдут лишние деньги. Куда эти все деньги пойдут, вот если два раза, там этот ремонт капитальный? Ну, первый по счету. Ну, куда? Ну, первый по счету. А второй куда деньги пойдут? В карман. В карман. На каком основании? Вы посчитаете, у них вот шести подъездные у вас, а у нас восьми подъездные домы. Вы представляете, сколько денег они соберут? Впрочем, переплачивать жильцам этих домов не придется. Как пояснили в управляющей компании, два капитальных ремонта в квитанциях оказались случайно. Ошибку устранят, а потому платить нужно только региональному оператору и только один раз. Но ситуация с двойной оплатой капитального ремонта действительно может быть. В том случае, если жильцы, например, в прошлом году приняли решение свой дом отремонтировать, и для этого ТСЖ пришлось брать кредиты. Потому здесь нужно будет гасить и старые долги, и платить по новому закону. Что касается ТСЖ, это было решение собственников, и эта воля должна исполняться, потому как это решение уже было принято до федерального закона. Или, может быть, до принятия этого закона. А что касается фонда капитального ремонта регионального оператора или спецсчета, это уже федеральный закон, и в этом случае наступает ответственность перед законом. Правильно или нет, вам прислали счет, можно выяснить по телефону горячей линии системы «Город». Там есть вся информация. На номер 64-24-10 можно звонить с 8 часов до 19. Оператор ответит на интересующий вас вопрос. Если у него возникнут трудности, специалисты перенаправят к региональному оператору или в муниципальную приемную. Система «Город» сегодня имеет 95% информации, как и почему производится начисление. Обязательную плату за капитальный ремонт начали собирать только в октябре. Потому, естественно, пока не обходится без сбоев. Но в администрации обещают, систему отладят, и оренбуржцам начнут приходить правильные счета, которые нужно будет обязательно оплачивать. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. И добавлю, что жители, чьи дома признаны аварийными, освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт. В их квитанциях эта графа должна отсутствовать. Сейчас о происшествиях. В результате лобового столкновения автомобилей в Оренбурге пострадали три человека. Крупное ДТП произошло вчера около 10 часов вечера на Шарлыкском шоссе. Там столкнулись «Лада Приора» и «Рено». Как стало известно, водитель отечественной легковушки пошел на обгон и не успел завершить маневр. По встречной полосе в этот момент двигалась иномарка. Водитель и двое пассажиров «Рено» получили травмы. Другая смертельная авария произошла на трассе Оренбург-Орск. Там на скорости перевернулась ВАЗовская шестерка. 33-летний водитель погиб на месте. Двоих пассажиров, мужчину и женщину с травмами, доставили в больницу. Как позже стало известно, мужчина за рулем автомобиля был пьян и не справился с управлением. А за несколько часов до смертельного ДТП он успел совершить еще одну аварию в Кавандыке и скрыться с места происшествия. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Год без дыма. В ноябре 2013-го в России впервые начали штрафовать за курение. Напомню, первым этапом стал запрет употребления табака в государственных, образовательных, медицинских учреждениях, а также на вокзалах и в аэропортах. А с 1 июня в этот список попали рестораны и поезда. Однако, получается ли у оренбуржцев дымить меньше, Ольга Патрушева узнала, что думают жители об антитабачном законе спустя год. В ожидании знакомого вышел на улицу и закурил автоматически. Законопослушный Рамиль, конечно же, слышал, что одна сигарета может влететь в копеечку. Но за руку парня правоохранителя ловят впервые, а тем более еще и составляют протокол. Но чаще реакция другая. Пойманные с поличным идут в отказную. Но год назад, когда закурение в общественных местах только начали штрафовать, большинство курильщиков недоумевали. Много народ ходит и курит. И никто им ничего не говорит. Ко мне вот подошли. В Оренбургской области с начала 2014-го полицейские выписали курильщикам более 2000 протоколов. И почти во всех случаях инцидент вылился в штраф. В сумме ни много ни мало собрали 1 миллион рублей. Но теперь никто не ругается и не пытается оправдаться. Тем более не задают вопрос за что. Все понимают, закон есть и с ним не поспоришь. Количество граждан, которые курят на автовокзале снижается. В других местах тоже в основном снижается. Понимают, бросают, так же бросают курить. Спрячутся, курят в укромных местах. И все же они есть. Общая статистика выглядит так. Большую часть курильщиков ловят как раз на авто и ЖД вокзалах, а также в аэропортах. На втором месте в помещениях образовательных учреждений, организации спорта, культуры или по делам молодежи. Реже всего в лифтах и подъездах. В июне этого года курильщики столкнулись еще с одной проблемой. Подымить за чашечкой кофе стало невозможным. Из ресторанов убрали пепельницы, а каждого начали встречать предупреждением. У нас не курят. Рестораторы всерьез задумались, не отразится ли это на числе клиентов. Ну, летом было попроще. Люди в наших ресторанах, они, в принципе, сами всегда выходили на улицу, курили. То есть, как только вышел закон. Но отток определенно есть. Почему? Многие вообще этот закон не восприняли как должное. Поэтому во многих заведениях люди не прекращали курить. И, по-моему, по сей день курят. И никаких проблем. Законопослушные рестораторы особенно несли убытки, когда вместе с обычными сигаретами под запрет попали кальяны. Залы почти наполовину опустили. И ведь нашли же выход. Придумали бестабачные смеси. Вот и в целом с законом, уверен Алексей Маринин, найдут вариант, который будет устраивать всех. В 2015 году поправки будут в этот закон. Я думаю, что будут серьезные изменения и какая-то альтернатива. Ресторатор прав для курильщиков, возможно, откроет специальное заведение. Там все желающие смогут дымить в свое удовольствие. Последнее слово за депутатами Госдумы. Но в Комитете по охране здоровья уже забраковали эту поправку. Ровно как и идею курить на вокзалах, поездах и в аэропортах. Ольга Патрушева, Константин Воробьев, Азим Ильичаев. Наше время. Оренбургская область попала в список самых загрязненных регионов в Приволжском федеральном округе. Рейтинг мест с неблагоприятной экологической обстановкой составили в Росприроднадзоре. Так лидирует по количеству вредных выбросов в атмосферу Башкирия. Второе место занимает Оренбуржье, ну а замыкает тройку Пермский край. Впрочем, как говорят в ведомстве, уровень загрязнения воздуха в Оренбурге по сравнению с прошлым годом немного снизился. Но экологическую обстановку по-прежнему можно назвать неблагоприятной. Частные детские сады в Оренбурге работают с нарушениями. К такому выводу пришли в прокуратуре после проверки. Выяснилось, что сразу пять дошкольных учреждений действуют без лицензий. Кроме того, некоторые заведения игнорируют требования противопожарной безопасности и нарушают санитарные нормы. На сегодняшний день прокуроры внесли в адрес руководителей всех пяти детских садов это Марковкин сад, Фудзи, Санскул, Бурундучок и Лунтик. В отношении их руководителей внесены представления об устранении нарушений законодательства. И кроме того, решается вопрос о возбуждении административных дел за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Оговорюсь, в отношении детского садика Лунтик административное дело уже возбуждено. Впрочем, в некоторых детских садах ссылаются на свое недавнее открытие и уверяют, что проведут работу над ошибками и устранят нарушения. При открытии мы руководствовались именно нормами, то есть все и пожарников приглашали, и санэпиденстанции, то есть все у нас в норме, и сейчас прошла проверка, как бы там выявили незначительные какие-то недочеты у нас, и сказали, что, собственно, мы соответствуем лицензии, сейчас мы готовим все документы, исправляем там те недочеты, которые нам сказали, и будем подавать на лицензию. Бизнес без штампов. Налоговая служба планирует упростить работу предпринимателей. Им разрешат работать без круга и печати, которая сегодня является объектом многочисленных подделок и махинаций. Правда, данное новшество пока еще не ввели, его обсуждают в российском правительстве. Впрочем, оренбургские налоговики обещают, что это будет не единственная инновация, которая ждет бизнес в скором времени. В подробности в Никола Екатерина Тихоненко. Посмотреть переплату за должность. Вот здесь видеть сведения 2 НДФЛ. На одной странице вся бизнес-история. Висит ли долг, можно проверить, не выходя из кабинета предприятия. Свой сервис налоговая служба запустила давно, и, как правило, к новому относились с недоверием. Теперь данный интернет-ресурс пользуется у оренбургцев особым спросом, потому как решить вопрос можно уже более оперативно, да и всегда в курсе последних новостей. Последним изменением является то, что есть возможность заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ, отследить ход камеральной проверки. При наличии электронно-цифровой подписи можно отправить с личного кабинета. К примеру, такой сервис, как «Риски для бизнеса», позволяет найти любую компанию, получить по ней информацию и о генеральном директоре вплоть до его адреса. Вся налоговая база на виду. Эффективность таких новаций оценили многие предприниматели. Смотря на то, что в обязанности налогового органа входит разъяснение нам всего-всего на свете, но, безусловно, нет времени у них на это. И поэтому дистанционно ты посылаешь запрос, ты получаешь ответ, и это гораздо лучше, чем это устный ответ по телефону, потому что, как минимум, для бизнеса это доказуемо. Для бизнеса такой сервис является палочкой-выручалочкой, потому как не надо бегать по инстанциям с кипой бумаг, да и тратить время для выяснения вопросов. Может, потому и считают, ведомстве и налоги платить стали лучше. Только в этом году в бюджеты всех уровней предприятия перечислили на 23 миллиарда больше. И таким образом общая сумма за 10 месяцев составляет 73 миллиарда рублей. Еще одно новшество налоговиков должно упростить работу бизнеса. Для того, чтобы заверить документ, возможно, не будут требовать печать. Предприниматели, наверное, сами не готовы до конца отказаться, потому что от этого атрибута ведения бизнеса. Для нас мы сегодня, когда проверяем предприятие, видим несоответствие каких-то документов, мы не только смотрим печать. Потому что сегодня и по телевизору очень много показывают, когда фирмы-однодневки, особенно органы правопорядка выявляют, там куча этих печатей ставят и все прочее. И сегодня изготовить печать любую можно. Другое дело электронно-цифровая подпись. Делаем экспертизы подписей таких оригинальных. То есть это все проводится, и печать уже как таковая при нынешних технологиях, наверное, себя уже сживает. Эти изменения, по словам специалистов, должны упростить жизнь бизнеса, а значит увеличатся налоги, соответственно, и доходы муниципалитетов. Екатерина Тихоенко, Станислав Доминов, Владимир Семенов. Наше время. Межнациональная дата в Оренбурге на этой неделе отметили 150-летие с начала добровольного переселения корейцев в Россию. Для этого в библиотеке имени Крупской был организован круглый стол, посвященный корейской культуре. В нашей области сейчас проживают 2000 человек, чье происхождение связано со страной, как ее называют, утренней свежести. Они заняты в сельском хозяйстве, торговле и частном бизнесе. Корейцы занимают одну из очень важных своих ниш. Это добросовестный, добро... такой работоспособный народ, который очень органично вписался в многонациональную Оренбурге своими традициями. Это очень большая дата, тем более по всей России, по всех крупных городах и местах проживания корейцев вот такие массовые мероприятия прошли. Время нашей воскресной рубрики попали в сеть, о чем на неделе говорили в интернете, знает Виталий Сапожников, ему слово. Да, Юля, прошедшая неделя выдалась богатой на новости. Все самое интересное словно в зеркале отразилось и на просторах глобальной паутины. Что ж, начнем. В заповеднике Оренбургское Тарпание новые постояльцы. Теперь степные просторы будут рассекать еще две лошади Пржевальского по кличке Жудра и Орлик, оба из Орловской области. Кстати, помимо лошадей в Тарпании живут еще и верблюды. Создание устойчивой популяции редких животных в Оренбурге продолжается. Очаровательная блондинка из Оренбурга отправится покорять телепроект «Дом-2». Красавица Анна Веригина станет очередной участницей нашумевшего реалити-шоу. На прошедшем в октябре в Оренбурге кастинге девушка сумела всем понравиться, что с такой внешностью, пожалуй, совсем не сложно. Мы желаем они удачи, а вот обитатели интернет-пространства не сумели единодушно оценить порыв девушки к славе. А поработать эти дамы не хотят на благо общества? Почему бы и нет, если хорошо оплачиваемая работа? Напоследок немного позитива. Белка-оператор покорила интернет на этой неделе. На видео зверек вначале долго разглядывает непонятную для себя штуковину. На самом деле это камера GoPro, которая промечу, остроила оператор. А после любопытство все-таки перебороло Белку, и она решила забрать камеру с собой. Но наслаждалась обновкой недолго. Камера выпала из лап воровки, и незадачливый оператор был избавлен от неприятностей. Пока все. О самом интересном, что попадет в сеть на следующей неделе, мы вам обязательно расскажем. Юля. Спасибо, Виталий, за позитивные новости. Белка действительно забавная. Не стареющий душой и сердцем на днях вековой юбилеи отметил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Денишкин. Поздравить юбиляра с этой датой пришли родственники, друзья, а также депутаты законодательного собрания. Секрет долголетия ветерана узнали наши корреспонденты. Сто лет еще не предел. Как признается сам Михаил Иосифович, главное это жить в согласии с природой. Юбиляр прошел непростой путь от пианиста немого кино до героя Великой Отечественной войны и труда. Подавая пример стойкости и жизнелюбия своим детям, внукам и правнукам. И вот один из таких ярких примеров. Это внук Михаила Иосифовича, мастер гиревого спорта и тренер Оренбургской сборной по баскетболу «Надежда». Он мотивирует, я думаю, не только членов семьи, а абсолютно многих-многих окружающих. И вас, я думаю, тоже. То есть человек может, как он говорит, человек может жить не сто лет, а Богом отведено намного больше. Сто шестьдесят и так далее. Если соблюдать законы природы. Почти треть жизни Михаил Иосифович посвятил работе над предприятием «Стрела». Придет туда в шестьдесят седьмом году прошлого века с немалым багажом знаний и опыта в производственной сфере. То, что он прошел войну, он понимал и чувствовал, как никто другой, нажимаем так, время, то есть срок. И вот эта его работа, она помогала заводу выполнять государственные задания, государственные планы, без срывов. И, назовем так, история завода не помнит, чтобы мы когда-то срывали государственный заказ. Про самого ювеляра друзья и близкие часто говорят – родился в рубашке. Ведь на его долю выпало немало испытаний. Но Михаилу Денишкину все ни по чем. Он до сих пор занимается музыкой и йогой, ежедневно стоя на голове по пятнадцать минут. У меня сейчас сложилось такое мнение, что он рожденный в бабочке. И рожденный в бабочке не потому, что он одет, а потому что то, что за его плечами находится, заслуживает не только слов благодарности, а слов поклонения, уважения и долгой памяти. Остается пожелать нашему уникальному оренбуржцу еще многих лет жизни и крепкого здоровья. Иван Бер, Вадим Нечаев, «Наше время». Сейчас о спорте поделили очки пополам. Оренбургские «Белые тигры» провели очередные календарные матчи в чемпионате молодежной хоккейной лиги. Накануне оренбуржцы гостили в Кирово-Чепецке, где встречались с местной Олимпией. Первый матч завершился победой хозяев льда 5-3. В повторном матче «Тигры» сумели взять реванш, переиграв олимпийцев со счетом 3-1. За другими заметными событиями из мира спорта следит наш обозреватель Сергей Тыщенко. Новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Ушли на каникулы. Футболисты оренбуржского «Газовика» провели заключительный матч 2014 года. Накануне «Синебелые» гостили в Махачкале, где встречались с местным Анжи. Поединок завершился минимальной победой хозяев поля 2-1. Забитым мячом в составе оренбуржцев отметился Алексей Друзин. По итогам года «Газовики» заняли промежуточное пятое место в активе «Синебелых». После 21-го сыгранного матча 33 очка. Лидирует в чемпионате с 45 баллами наш обидчик, футбольник Упанжи. Далее в турнирной таблице располагаются Томь и Тосна. На мажорной ноте Орский Южноурал прервал четырехматчевую проигрышную серию в чемпионате ВХЛ. Накануне южноуральцы переграли в гостях Курганское за Уралье 4-2. В первом периоде территориальным и игровым преимуществом владели хозяева. Курганцы перебросали «Орчан» более чем в 7 раз, однако забить сумели лишь однажды. На 18-й минуте большинство реализовал Вячеслав Муштаев 1-0. Во второй 20-й минутке хоккеисты Южного Урала поправили статистику и даже сравняли счет. На 37-й минуте отличился Евгений Соловьев, но удержать локальную ничью не смогли. За 23 секунды до второго перерыва за Ураль вперед вывел Артем Гарифулин 2-1. Довольно посредственно отыграв первый и второй периоды, в третьем Арчане выдали безупречный хоккей. Пять раз южноуральцы оставались в меньшинстве и дважды это оборачивалось для хозяев настоящим кошмаром. Начало Олег Морзоев восстановил равновесие, когда его команда защищалась вчетвером против пятерки Курганцев, а затем аналогичной ситуацией отличился Дмитрий Данилин. Между этими двумя шайбами вместился еще и гол Ивана Хлынцева. Южный Урал выиграл период в чистую 3-0, а вместе с ними матч 4-2. Следующая встреча в рамках чемпионата ВХЛ Арчане проведут на своей домашней арене. В понедельник, 24 ноября, южноуральцы сыграют в юбилейном с Челябинским челметом. И пока это все новости спорта. До встречи. И важная информация об отключениях. Городские электрические сети сообщают, что завтра, 24 ноября, в Оренбургском районе возможно отключение электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Адреса сейчас на экране. Уточнить всю информацию можно по телефону 56 83 38, либо 98 48 48. На этом все. О событиях понедельника завтра расскажет Мерике Ульманов. Всем приятного вечера и одевайтесь теплее. До встречи. Стиль ведущей. Женский клуб. Пятый сезон. Все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. Промкомплект. Монтажников 1. Телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки». Проспект Гагарина, 48 дробь 3.